Всемирный день отказа от курения отмечается в середине ноября. Это дает нам повод вновь привлечь внимание к тому, что курение является причиной многих заболеваний. Вот только несколько научно доказанных фактов о последствиях курения. Курение сокращает продолжительность жизни в среднем на 7 лет. Риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы у курящих в два раза выше по сравнению с некурящими. Курение многократно повышает риск развития заболеваний легких, особенно рака легкого, а также атеросклеротических поражений сосудов верхних и нижних конечностей. Курение повышает вероятность развития импотенции, а еще курение наносит вред не только самому курящему, но и его близким, особенно детям. В студии у нас Игорь Крюковский, врач-психиатр, нарколог. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, наверное, прежде начать хочется с такого вопроса, что традиционно считается курение вредная привычка. Так, в быту. Но в то же время мы слышим о том, что это зависимость, это заболевание. И все-таки мы говорим с вами об этом как с доктором. Все-таки это заболевание или это привычка? Ну, я думаю, что в последнее время, в последние годы, наверное, большинство населения все-таки понимает, что это зависимость, что это заболевание. Хотя долгое время, да, господствовало мнение, что это все-таки привычка, что это, скажем так, от плохого воспитания, это от характера, что бросить курить – это не так-то сложно. Но в последние годы установилось научное мнение, что курение – это все-таки хроническое курение, это зависимость. Зависимость от никотина, вот, и зависимость, причем, очень сильная, то есть по степени формирования потребностей в никотине, да, она свойственна, так называемой, герониновой зависимости, опиатной зависимости. Вот не секрет, что самостоятельно бросают потреблять никотин, курить, ну, не более 7% людей, да. То есть все-таки не так просто. Когда мы относимся к этому как к привычке, кажется, ну, это же привычка, захотел сегодня так, а завтра так, да. А когда мы говорим о том, что это все-таки серьезная зависимость, это заболевание, это уже, ну, как-то… Ну, оно характеризуется всеми, собственно, признаками зависимости, психическим влечением, физическим влечением, вот, нарушением комфорта существования вне интоксикации никотином, да. Поэтому курильщики регулярно бегают перекурить, да. Для чего они бегают? Для того, чтобы восстановить статус-кво, чтобы себя чувствовать комфортно. Покурили какое-то время, они, значит, живут относительно в хорошем состоянии, потом снова бегут и восполняют дефицит никотина. Это уже проявление физической зависимости. А вот эта зависимость, как долго она формируется? И вот многие же начинают курить, я не знаю, как сейчас там, да, ну, вот в мое время там, допустим, я знаю, там, чуть ли не с детства, там, с юности, с подросткового возраста. С подросткового возраста, да, пробуют курить. Но в наше время, да, действительно, как бы, курение являлось признаком такой взрослости, да. И с одной стороны. А с другой стороны, это способ, ну, быть своим в компании, да. Ну, согласитесь, что, скажем, дурные компании, они быстрее захватывают свой круг обитания, значит, людей, чем компании, которые основаны на каком-то хорошем, да. То есть, в принципе, это достаточно просто взять сигарету, закурить и быть своим среди своих. Ну, еще одно время, знаете, в таких так называемых курилках, да, какие-то обсуждались там, ну, вопросы или какие-то, знаете, там, творческие моменты. Ну, да, это, вообще-то здесь вы затрагиваете такой элемент курения, как коммуникативный. Коммуникативный. То есть, ты в кругу своих за сигаретой можешь обсудить какие-то важные вещи, рассказать анекдот. Причем то, что как-то в офисной, в более такой формальной обстановке, вроде как, не сильно приемлемо. Не очень, да, это неформальная обстановка. А тут же что-то, да. За сигареткой, в общем-то. Пошутить. Почему бы и нет. То есть, тоже такой важный момент. Ну, как важный момент, который влияет, наверное, да, на то, что людей это сближало. Это один, это психический или психологический компонент, который влияет на формирование зависимости, и в том числе влияет на возможность отказаться от этого, понимаете? Потому что люди, которые перестают курить, как и люди, которые перестают пить, они в какой-то степени лишаются круга общения. Я даже могу здесь привести пример, что я никогда не курила, и мне всегда казалось, что когда там, ну, если кто-то из моих коллег шел в курилку, мне казалось, что я что-то пропускаю там, да? Что как будто бы они там… Что-то важное. Да, что-то важное, они приходят какие-то, ну, другие в плане того, что они там что-то обсудили, поговорили, да, я была не в курсе, я не знала. Но вот сегодня на смену табакокурения приходят другие, да, там, не знаю, как это правильно даже сказать, способы, да, курения. Употребление никотина. Употребление никотина, скорее, наверное, так это верно будет сказать. Здесь что-то меняется. Это, может быть, там легче для здоровья, менее опасно или что? Что вот это такое? Ну, смотрите, это очень такой важный и интересный момент, да. Скажем так, до последнего времени, ну, только несколько лет назад, не помню точно, ввели запрет на употребление вейпов, да, электронных сигарет в общественных местах. Потому что считалось, что употребление вейпов, они гораздо менее токсичны, они лишены вот этих смол, привычных канцерогенов, которые содержатся в табачном дыме. И поэтому они либо безвредны, либо маловредны, как для самого употребляющего вейпа, так и для окружающих. Да, кстати, Министерство здравоохранения Великобритании включило вейпинг как, ну, такой способ отказа от курения традиционного. Сейчас я не знаю, как она смотрит на это, но несколько лет назад это было именно так. И многие те, которые перешли, многие люди курящие, которые перешли на вейпинг, они как раз этими мотивируют. Что, скажем, это лучше, нет этого запаха дурного, нет этого кашля, это более безопасно. И вообще, как бы, это клево, и это в тренде современном. А на самом деле? А на самом деле, ну, скажем так, вред там есть, и немаленькие. Во-первых, нужно понимать, что картридж электронных сигарет или вейпов, он содержит пропиленгликоль. Это такая жидкость, которая растворяется, в том числе никотин от душки. Сам пропиленгликоль при нагревании в стиках, вот, он доходит до высокой температуры и может выделять потенциальные канцерогены, что может приводить к наукологии органов дыхания, да? Это первое. Картриджи содержит отдушки, что может приводить, ароматические отдушки, которые, естественно, содержат химические вещества, которые приводят к формированию аллергии. Сам никотин, который содержится в вейпе, он химически более чистый, нежели чем тот никотин, который содержится в сигаретах. И он может гораздо более быстро формировать зависимость, именно никотиновую зависимость, от которой потом очень сложно будет отказаться. И еще один момент, который я хотела немножко акцентировать, да, что установлено, что употребление вейпов может приводить к тяжелому поражению легких. Называется болезнь Эволи или Эволи. По структуре легкие, которые поражены этой болезнью, они напоминают легкие ковидного больного. Вот, меняется структура легких и резко уменьшается способность легких выполнять их функцию, а именно оксигенирует, насыщает кислородом кровь. Поэтому человек, который заболел этой болезнью, у нее возникает тадышка, у нее возникает дефицит кислорода, снижение сатурации. Все как у больных ковидом, да. И в ряде случаев эти больные нуждаются в переводе их на искусственную вентиляцию легких. Да. Игорь, у нас есть несколько вопросов от зрителей, они так или иначе связаны с темой, которую мы обсуждаем. Давайте послушаем и коротко ответим на эти вопросы. А скажите, а легкие и электронные сигареты менее опасны для здоровья? Вот про электронные мы сказали, а вот легкие сигареты? Легкие сигареты, ну, это сигареты, да, такие, обычно, дамские сигареты. Легкие сигареты, которые содержат малый процент никотина. Ну, смотрите, никотина они, может, содержат меньше, но они все равно содержат табачные смолы. Они все равно влияют на легкие, на их структуру, и они также могут вызывать поражение легких, онкологию. Они также могут влиять на сосуды, вот, вызывать спазм сосудов и приводить к нарушению работы сердца, да. И еще один такой момент, знаете, это как легкий алкоголь. Вот, легкий такой алкоголь, который, значит, маскируется какими-то ароматическими присадками, да, который приятно пьется, на него подсаживаются подростки, вот. А у подростка, как известно, гораздо быстрее формируется зависимость к любым видам психоактивных веществ, будь то алкоголь, будь то никотин, будь то другие неразрешенные вещества, да. Ага, смотрим еще вопрос. Правда ли, что курение снимает стресс, и, может быть, поэтому людям так сложно бросить курить? Ага, курение снимает стресс. Ну, здесь есть доля правды, конечно. Курение снимает в определенной степени стресс, потому что человек, который курит, есть несколько факторов, да. Влияние самого никотина. Так. Никотина. А никотин – это алкалоид, который влияет на центральную нервную систему посредством ряда рецепторов, ацетилхолин, дофамин и так далее. И он на какой-то момент, на какое-то короткое время может успокаивать, может снимать напряжение, вот, может даже улучшать концентрацию внимания, вот, на какое-то короткое время. Поэтому, собственно, курильщики зачастую и прибегают к никотину, к курению для того, чтобы сбросить стресс. Ну, иными словами, он поволновался, взял сигарету, покурил, ему стало легче. Это становится разрушенный сам этот процесс курения, да. Ну, давайте вспомним дедушку Фрейда, да. Вот, помните, вот эта оральная фаза, да. То есть человек, который берет в рот… Держит что-то во рту, да. Да, держит во рту. Это своего рода соска, понимаете. Вот. Это своего рода грудь материнская. Он успокаивается, да. Ну, и пускание дыма – это тоже такой элемент успокоения, который особенно, ну, уже зафиксировался у курильщика, и от этого ему становится легче, да. Ну, согласитесь, что это не является выходом из ситуации. Абсолютно, абсолютно так. Я скорее, наверное, ну, вот, понимая, да говоря, механизм… Человек бы не курил бы, понимаете, не употреблял психоактивные вещества, если бы это каким-то образом не удовлетворяло его потребности. Совершенно верно. У нас есть еще один вопрос, давайте на него ответим. И есть у меня еще вопрос. Почему, когда человек бросает курить, он набирает лишний вес? Вот действительно ли это всегда такая есть связь? Да, это часто бывает. А с чем можно ли так коротко объяснить? А вы знаете, это связано с тем, что, во-первых, курение, оно, естественно, влияет на аппетит. Ага. Вот. И у хронического курильщика аппетит снижен. Угу. Вот. Когда человек бросает курить, у него, он возвращается к привычному аппетиту, а может, даже у него аппетит еще и становится чуть выше, чем обычно. Ну, становится, он начинает есть. Это с одной стороны. А с другой стороны, курение, оно ухудшает метаболические процессы в организме. Усвоение пищи. Угу. Усвоение жиров, да. Вот. Ну, многие курильщики, они же худые. Особенно такие хронические курильщики, да. Они такие, мне кажется, даже вот, такие, как будто немножко высохшие, да. Высохшие, да. Как будто высушенные такие. А тут он, значит, начинает набирать, организм как бы пытается догнаться. Смотрите, ну, нашей биологической сущности, нашему организму, вообще, плевать, как мы выглядим. Худые мы, толстые. Он будет приспосыл. Главное, чтобы у нас был запас, понимаете. И поэтому он начинает возвращать свое, да. Вот откладывается запас. Но тут, естественно, необходимо пересматривать свой образ жизни. То есть это как такой системный процесс. Если мы что-то убираем из системы, то система начинает меняться. Абсолютно верно. Если мы что-то добавляем, то, соответственно, она тоже начинает меняться. Вот, на самом деле, мы вот сегодня заглянули в такие вот моменты, да, которые действительно могут казаться привлекательными, да. Точнее, не привлекательными, а точнее, это то, что, может быть, вот в зависимость человека и погружает, и возвращает, да. И почему именно из-за этих моментов человеку трудно бросить курить? И вот все-таки, да, у нас, хотя вот мы уже сейчас, мне хотелось бы, чтобы наш разговор завершали, но, мне кажется, очень важная вещь, о которой, собственно, мы сегодня говорим, и ради чего мы это говорим, все-таки расстаться с этой зависимостью. Можно ли самому, или действительно ли это так сложно, и как в этом помогают сегодня специалисты? И кто в этом может помочь человеку? Ну, как я уже говорил, люди могут сами бросить, это 7%. Это небольшой процент, конечно. Там много, ну, во-первых, чтобы бросить, нужна очень сильная мотивация. Очень сильная мотивация, да. Это может быть социальная мотивация, это может быть мотивация здоровья, да. Да, один из кардиологов как-то сказал, что люди, перенесшие инфаркт и инсульт, как-то быстро забывают о том, что они курили. Слушайте, ну, вот у меня в голове отложилось в памяти такой эпизод, это еще старая, так сказать, клиническая практика, когда человеку, который страдал облитерирующим дартериитом, такое заболевание сосудов в конечности, ног в частности, который одним из патогенезов является хроническое курение. Ему отрезали эти ноги. Вот отрезали ноги, у него была гангрена, значит, он много курил. Так вот, когда он отошел от наркоза, первым его желанием – дайте покурить. Дайте покурить? Дайте покурить. Вот такая тяжелая, очень тяжелая, злокачественная зависимость была у этого человека. Поэтому, конечно же, если человек сам не может броситься, бросить курить, ему нужно обращаться к специалистам. Не важно, кто это будет. Пускай это будет врач-психиатр-нарколог. Пускай это будет психолог. Пускай это будет даже врач-терапевт. Но нужно понимать, что это вопрос не одного дня. Вы знаете, там, наше население привыкло к такому понятию, как кодирование. Говорят, вы кодируете от курения. То есть быстренько, чисто все. Мы не кодируем от курения. Используются разные методики, понимаете. Используются методы как фармакологические, так и психотерапевтические. Ну и фармакологические методы. Вот есть метод замещения. То есть замещают, например, никотин в виде пластырей, в виде леденцов, в виде каких-то конфеток. Ну, это пластырей леденцы. Почему это делается? Ну, потому что процесс курения, он гораздо… Понятно, что ввести никотин… Ну, вообще сам по себе никотин не полезен. Но это лучше, чем употреблять этот никотин посредством вейпа или курения. И постепенно уменьшая дозу, которая вводится, ну, дозу никотина, которая вводится в организм, мы можем эту дозу свести к нулю. Параллельно проводя психотерапию, разбирая, что дает курильщик его страсть. Ну да, и как-то меняя его поведение, его жизнь. Да, ориентируя на изменения, да. То есть ориентируя на… Во-первых, ну, бросить курить и никак не изменить отношение к своему телу нельзя. Своё тело надо любить. Если ты куришь, ты приносишь вред своему телу. Поэтому нужно обратить на себя внимание. Ну, я не буду говорить про спор. Заниматься, конечно, физической культурой в разных его видах, да. Вот. И находить какие-то способы досуга, интересные способы досуга. Ну, смотрите, вот, например, я занимаюсь танцами, да. В процессе танцев нужно, чтобы партнёр хорошо пах. Да, это тоже важно. Курение – это отбивает всяческий контакт. Ну да, то есть человек встраивается тогда в какую-то, ну, другую социальную жизнь, да. В другую атмосферу. Он, действительно, это не просто, да, что вот я курил, да, и перестал курить. Это, конечно, меняет все. Поэтому необходимо очень много приложить усилий самому пациенту, чтобы бросить курить. И не надо возлагать ответственность на плечи врача. Игорь, спасибо вам большое. Мы говорили о зависимости, о курении как зависимости и о том, какие подходы к решению этой проблемы существуют. В студии у нас был врач-психиатр-норхолог Игорь Крюковский.